МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рублей потратят на улучшение экологической обстановки в Красноярске. Правительство разработало комплексный план на пять лет. Швейная машинка от президента и балалайка от губернатора. Чиновники под Новый год решили исполнить мечты детей и взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И новая серия проекта кинохроники Красноярья. Сегодня об одном из кандидатов – народные депутаты СССР в 1989 году. Почти 30 вагонов с углем сошли с рельсов в Иркутской области. Авария произошла сегодня утром в Заларинском районе, сообщает МЧС. Грузовой состав из 67 вагонов двигался по маршруту Делюр-Тереть. 29 вагонов сошли с рельсов. Причина аварии устанавливается. Никто не пострадал. По данным РЖД, поврежден соседний путь, две сетевые опоры и 250 метров железной дороги в обоих направлениях. На место происшествия прибыли три восстановительных поезда. Пока ведутся аварийные работы, движение поездов приостановлено. Задержка составляет от пяти до восьми часов, сообщают в РЖД. В настоящее время поезда из Красноярска ходят по расписанию. Однако время прибытия некоторых составов может измениться. Поезда пассажирские, которые в настоящее время следуют по Красноярской железной дороге, следуют без задержек. Однако поезда, которые в ближайшее время будут следовать с востока, с восточно-сибирской железной дороги сюда, на Красноярскую. Там возможны задержки. Пока можно говорить о поезде Улан-Батор-Москва. Информацию о движении поездов можно узнать на сайте РЖД. 69 миллиардов рублей потратят на улучшение экологической обстановки в Красноярске. В распоряжении новостей ТВК оказался утвержденный правительством комплексный план на пять лет. В нем говорится, почти 70 миллиардов рублей на борьбу с черным небом выделят из разных источников. Это федеральный и краевой бюджет, а также промышленные предприятия. В документе сказано, до 2024 года выбросы в Красноярске должны снизить более чем на 20%, модернизировать 35 котельных и несколько крупных теплоисточников. На эти цели заложено больше 46 миллиардов рублей. Еще 10 планируют потратить на создание железнодорожного кольца вокруг Красноярска. Возможно, часть средств в этот проект вложит РЖД. Напомню, решить проблему с экологией в Красноярске поручил президент во время последнего визита в наш город прошлой зимой. Мусор убирают сами. Жители дома по улице Краснодарской устали ждать помощи от регионального оператора и решили самостоятельно очищать мусоропровод. Одна из жительниц, Людмила Анатольевна, рассказывает, раз в два дня берет мешки и лопату, зовет на помощь дворника. Вместе идут в мусорную камеру и пробивают забитые мусоропроводы. В трубе открывают засов и отходы лопатой складывают в мешки. После мешки относят к мусорным бакам. Их, кстати, как говорит женщина, не чистили с конца декабря, поэтому переполненные они стоят на улице. Мы решили, их надо, что хоть мешки рядом выставлять на улицу, а там что будет, чтобы потом крысы долезли до пятого этажа. Поэтому трубопроводы по мусору. Поэтому мы постоянно чистим их. Это что, первый раз, видите, сколько мешков, сколько всего. Женщина рассказывает, что обращалась уже и к региональному оператору, и в районную администрацию, и даже в Министерство экологии. Но везде только принимают заявку. Напомню, уже 12 дней в Красноярске действует новый порядок утилизации бытовых отходов. За весь цикл работ по уборке мусора отвечают теперь региональные операторы. Однако со всеми обязанностями они пока справляются. Неважно, во многих дворах отходы не вывозят по несколько дней. Накануне в городскую администрацию пришли активисты, которые требовали встречи с главой города. Правда, не очень понятно, почему жители пришли именно к мэру. Ведь мусорная реформа – программа федеральная, и в край за нее отвечает министр экологии. В этот момент мэр не находился в здании администрации, поэтому к людям выйти не смог. В итоге стихийный митинг в стенах мэрии закончился ничем. Вечером люди разошлись. Добавлю ранее, чиновники говорили, что проблему с вывозом мусора региональные операторы должны были решить до выходных. Однако пока во многих левобережных дворах баки до сих пор забиты до отказа. И к другим темам. Грузовикам запретят въезжать в Красноярск на время универсиады. Такое решение приняли на рабочей группе. В нее вошли представители полиции, Федеральной службы безопасности, мэрии и районных администраций. С 23 февраля по 14 марта автомобили массой выше 5 тонн будут пускать в город только ночью. С полуночи до 6 утра. В новости ТВК уже обратились несколько обеспокоенных предпринимателей. И общественник Егор Фролов рассказал, подобные меры принимали и на универсиаде в Казани. По его словам, там без предупреждения ночью город закрыли для всех. У нас же к ограничениям готовятся заранее. У больших гипермаркетов не будет проблем осуществить логистику всего лишь на 2 недели разгрузки ночью. А если говорим про мелкие предприниматели, про транспортные компании, у нас есть транспортные компании, которые находятся в центре города, они могут осуществлять перегрузы, грубо говоря, на подъездах к городу. Все эти объекты перегрузок администрация также на сегодняшний момент готовит. Днем по городу смогут ездить машины спецслужб, пассажирские автобусы, молоковозы и машины по сбору мусора. Кстати, для последних гостевые трассы универсиады будут закрыты. Подъезд к дворам придется искать через соседние улицы. Святой гастроном. Название улиц с ошибками и город без развязки. Все это красноярцы обнаружили на табличках городских остановок. Русскоязычные названия остановок власти перевели на английский. Само слово «остановка» по-английски «station» сократили аббревиатурой «СТ». Так в английском языке пишут приставку «святой». В итоге гости универсиады встретят в Красноярске «святой гастроном», «святую поликлинику» и «святую школу». Переводчики объясняют сокращенно «станция» по-английски пишется как «СТА» или «СТН», но чиновники парируют, руководствовались федеральными гостами. Якобы именно так нужно сокращать слово «остановка». Но почему в проспекте Свободной забыли букву «Д», а название улицы имени Михаила Годенко написали через букву «А», там пока не объяснили. Зато снабдили остановки картами города с маршрутами общественного транспорта. На них нет ни развязки у Николаевского моста, ни проспекта Николаевского. Это только бывшая улица Волочаевская, которая упирается в улицу Красной Армии. Без виз универсиадским гостям в Госдуме предложили отменить визы для зрителей и участников студенческих игр в Красноярске. Причем предлагается ввести такой режим на максимально возможный срок. Мол, так гости смогут посмотреть не только Красноярск, но и другие регионы страны. Так власти поступили на чемпионате мира по футболу летом. Это, по словам инициаторов, привлекло гораздо больше туристов в музей и к памятникам. Как эта система будет работать в Красноярске не объясняется, ведь сделать паспорт болельщика мало кто успеет. Да и сама универсиада, говорят эксперты, далеко не так популярна, как Олимпиада или чемпионат мира по футболу. Взрыв Парижской булочной. Подробности через полторы минуты. Швейная машинка от президента и балалайка от губернатора. Чиновники под Новый год решили исполнить мечты детей и взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Какие подарки получили красноярцы, расскажем через три минуты. Взрыв в центре Парижа. ЧП произошло сегодня в булочной на улице Тревис. Сначала здание загорелось, а когда на место прибыли пожарные, прогремел взрыв. Как сообщают местные СМИ, пострадали около 50 человек, в том числе двое пожарных. Четверо погибли. Еще несколько человек получили тяжелые ранения. Более точно о пострадавших пока не сообщается. Взрывная волна вынесла окна и обрушила балконы соседних домов. Под обломками оказались припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа. Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших русские туристы. Обрушенный дом в Магнитогорске разделят на две части. Об этом сообщили в Министерстве строительства России. В ведомстве пришли к выводу, что конструкция дома позволяет разделить его на два самостоятельных здания. Части стоят на отдельном фундаменте и отделены друг от друга. Демонтаж урухнувшего подъезда начнется в ближайшее время. Во время разбора завалов специалисты будут мониторить состояние конструкции, а после проведут полный анализ здания. Напомню, ЧП произошло 31 декабря. В результате обрушения погибли 39 человек. По предварительной версии, причиной катастрофы стал взрыв газа. И к другим темам. Бузова или Киркоров. В сети обсуждают список артистов, которые могут представить Россию на Евровидении 2019. Как сообщает информагентство лента.ру, в списке семь кандидатов. Среди них уже бывалые участники конкурса. Например, Елена Темникова на Евровидении. Она выступала в составе группы «Серебро». Или Сергей Лазарев. Два года назад он завоевал бронзу. Есть и неожиданные кандидаты Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Егор Крит. А еще Александр Панайотов и певица Манижа. Однако позже организаторы опровергли эту информацию. Как сообщает РИА Новости, никакого списка возможных кандидатов сейчас нет. А имя участника Евровидения от России назовут в середине января. Напомню, 64-й по счету конкурс будет проходить с 14 по 18 мая в городе Тель-Авив. Швейная машинка от президента и балалайка от губернатора. Чиновники в честь новогодних праздников решили исполнить мечты детей и взрослых, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В нашем городе мечты осуществились сразу у трех его жителей. Какие подарки они получили, знает Алена Крашенинникова. Кормить коня с руки сегодня учит Юра Александр Ус. Это было ее большое желание покататься на лошади. Эту мечту он снял с кремлевской елки с желаний. На шариках россияне писали свои просьбы, а чиновники их исполняли. Желание загадала и Юля. Девочке в два года попала в детский дом, сейчас она в шестом классе. Много о чем мечтала, но самым заветным желанием оказалась прогулка на лошади. Ее девочке и подарил губернатор по поручению президента. Он признался также, что лошадей с детства любит. На колхозных лошадях есть. У нас же деревни живут. Так ну какие деревни, там они бесплатные. Туга? Нормально вот здесь. Правую ножку деревьев подбиваешь. А их все просто. Отлично, умничка. Чем хочешь заниматься, когда вырастешь? Лошечку пить. И что с ней делать? На соревнованиях, там может идти из детского дома катать. Теперь школьница будет заниматься здесь постоянно. Губернатор договорился. Но оказалось, что у подростка не одно желание. Юля хотела познакомиться с Егором Кридом, популярным исполнителем. Александр Рус пообещал, что музыкант позвонит девочке. Сейчас он на гастролях, но мы постараемся, чтобы он тебе позвонил. А когда в следующий раз приедет сюда, то тогда и увидимся. А ты его на лошадке прокатишь. Еще один подарок получил Никита. Ему 13,6 лет назад он связал свою жизнь с балалайкой. Играет на ней виртуозно. Никита признается, хочет стать звездой. Совсем скоро будет играть на концерте с баянистом. Поэтому подарить губернатор ему решил балалайку. Ее только выстругали и отдали мальчику. Сам он от счастья и волнения даже забыл, как зовут губернатора. Владимир Владимирович Путин. И, наверное, Александр Александрович. Поблагодарила президента и красноярка Жанна Дорофеева. Теперь у нее есть швейная машинка. В Ярославле Егор вышел на лед с хоккеистами локоватива, а Лилия Ивановна из Симферопольского пансионата поплавала с дельфинами. А жительниц Омской области Настя попросила у своего губернатора наряды на Новый год всем членам их большой семьи. И Новый год многодетная семья встретила в красивых платьях и костюмах. Вот такие простые новогодние чудеса. Алена Крышенинникова, Сергей Малафеев. Новости ТВК. Первое золото России на Кубке мира. Биатлонист Александр Логинов победил в спринтерской гонке этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Расскажем подробнее через две минуты. И новая серия проекта кинохроники Красноярья через четыре с половиной минуты. Вы смотрите новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Первое золото России на Кубке мира. Биатлонист Александр Логинов победил в спринтерской гонке этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Он преодолел 10 километров за 25 минут и 59 секунд. При этом ни разу не промахнулся. Для спортсмена это первая личная победа после временной дисквалификации из-за допинга. Тогда все его прошлые достижения аннулировали. В спорт Логинов вернулся два года назад и принес стране первое золото в новом сезоне Кубка мира. Вторым в гонке финишировал норвежец Йоханнес Бео, а бронзу взял швед Себастьян Самойлсон. Юные спортсмены Красноярска протестировали лед на объектах универсиады. Сегодня для воспитанников школы по горным лыжам и сноуборду провели бесплатные катания в арене Платину. Новогодние каникулы ребята уже посетили все объекты универсиады с экскурсией, а сегодня вышли тестировать лед. На коньки встали сами спортсмены, их родители и даже тренеры. Лет 20 не стояло как на коньках. Первый раз вышло, конечно, такое ощущение боязни, но сейчас уже боленько покаталась, вкатилась, как бы уже, что-то вспомнила уже. Была идея тренера, но мы все поддержали, так как, ну, нечасто удается покататься бесплатно, и надо пользоваться этим моментом. Мне нравится все, и то, что каток он залит гладко, ровно, он мягкий, на него не больно падать. Как всегда по субботам проект Натальи Кечиной кинохроники «Красноярье». Почти 30 лет назад в Советском Союзе состоялись первые свободные выборы народных депутатов СССР, которые стали началом реальных перемен в политической системе страны и государства. Сегодня об одном из кандидатов в бригадире комбайнового завода Анатолий Бархатове. В соответствии с законом о выборах, принятым в неочередной сессии Верховного Совета СССР 1 декабря 1988 года, трудовой коллектив Красноярского комбайнового завода на своей конференции вытянул кандидатом в народные депутаты СССР Анатолия Максимовича Бархатова, бригадира и из новоцеха предприятия. В 89-м казалось, теперь все в наших руках. И в высшие органы власти попадут только достойные люди из своих. Те, кто знают проблемы простых работяг и будет их решать там, наверху. Бригадир станочников Анатолий Бархатов, которому тогда 44 года, передавит производство, гордость коллектива и человек, заслуживший репутацию, правдолюбо. Он у нас является председателем СССР бригадиров. Каждый вторник у нас планерка, полдесятого начальника цеха. И Бархатова там такие животрепещущие вопросы задает на планерке, которая касается именно нашей работы в цехе и в общем плане нашего завода. Он может работать, он хороший товарищ. Он никогда не отказывает ничего во всем. Где все надо, советует, поговорит, всегда поможет. Впрочем, это были уже не те времена, когда кандидатов выбирали единогласно, в едином порыве, со стопроцентным голосованием «За». И на комбайновом заводе в спорах решали, кто же более достойный. Некоторые сомневались Бархатов даром, что лауреат государственной премии. Но сможет ли он быть и лидером депутатом? Ему тяжело. Его надо поддерживать. Чему тяжело? Ну, надо же пробивать-то тяжело. Пробивать-то. Он не такой пробивной. Знаете, тяжело пробивать. А кто-то мастером работает где-то, он уже с людьми контакта больше и разговоров. Я вот там, понимаете? Почему вы его выдвигали? Я не знаю. Не знаю зачем. Не знаю зачем. А зачем, Горбачев говорит, выдвигайте из народа, из рабочих, из народа? Несмотря на все предвыборные страсти, были едины в одном убеждении все. И те, кто был против кандидатуры Бархатова, и те, кто за, ну, естественно, он сам. Надо сделать так, чтобы мы жили лучше. Мы именно рабочие, понимаете? Ну, вроде как за рабочего человека, чтобы был депутатом вроде. Чтобы наши вопросы, которые ты сам чувствуешь, сам видишь, сам понимаешь их. Чтобы притворял жизнь, так сказать. Сказали, надо, значит, надо. Любопытно смотреть по прошествии времени на предвыборную агитацию почти 30-летней давности. Хоть и дали добро, мол, теперь можно говорить все. Никаких черных технологий, скабризных подробностей из личной жизни. Исключительно собрание трудовых коллективов, газеты в поддержку и автобусы с громкоговорителями, разъезжающие по нынешним меркам по пустому городу. Уважаемые товарищи Красноярцы, предлагаем вам отдать свои голоса за кандидатов в народные депутаты СССР, выпиненного трудовым коллективом Красноярского завода комбайнов, за бригадиром митизного цеха, лауреата государственной премии СССР, Анатолия Максимовича Бархатова. Спустя два года в 1991-м Анатолию Бархатову присвоено звание Героя социалистического труда, вторым в истории комбайнового завода и одним из последних в стране. А потом, когда не стало социалистического государства, исчез и социалистический труд. Да и комбайновый впоследствии тоже исчез. Анатолию Максимовичу сейчас 73 года. Выйдя на пенсию, он переехал на родину в деревню Бархатова Березовского района. Ведет скромный, непубличный образ жизни обычного пенсионера. Уважаемые товарищи, в предвыборную борьбу сегодня вступает нас... Знакомые привычные слова. Более полувека мы бездомно повиновались им. Но на этот раз произошло принципиально другое. Сегодня мало быть только хорошим производственником. И это знамение нашего времени. Я рабочий человек. И нужды народа мне не только знакомы, но и понятны. Свою программу я выработал, исходя именно из этого. Наталья Кищина, Новости ТВК. Проект создан при поддержке Енисей Кино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова